А вот про предстоящий турнир по ЧГК известно гораздо больше. Совсем скоро в Мурманске состоится четвертый открытый международный турнир по интеллектуальным играм Кубок Арктики. Заслание победителя «Что, где, когда» сразится 51 команда из разных стран мира. Коронавирус интеллектуалам не помеха. Несмотря на эпидемию, международный турнир по игре в «Что, где, когда» Кубок Арктики все же состоится. Билеты куплены и зарубежные гости совсем скоро прибудут в Мурманск, чтобы выяснить, кто же самый умный и начитанный. Это итог многолетней работы города-героя в молодежной политике вообще и в развитии игры популярной «Что, где, когда» в частности. Есть у нас два национальных вида спорта, я их так называю в городе-герои, это «Что, где, когда» и КВН, где действительно молодежь Мурманска показывает результаты высочайшего уровня. Всего в игре сойдется 51 команда. Большинство из разных регионов России. Среди иностранцев игроки из Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Белоруссии. Участников должно было быть больше, но часть иностранцев из-за буйствующего в мире коронавируса решили не ехать. Так, например, не будет немцев, которые тоже хотели блеснуть интеллектом на турнире. За состоянием тех, кто все же планы менять не стал, все время будут следить медики. Мы в ближайшие двое суток продолжим обсуждение дополнительных противовирусных мер на время проведения данного чемпионата, в том числе с применением метода обязательного измерения температуры перед началом этого турнира. Турнир будет разбит на шесть этапов, по 12 вопросов каждый. 16 команд, показавших лучшие результаты в игре, будут участвовать в брейн-ринге. А вот своя игра откроет двери для всех желающих. Вести игру «Что, где, когда» будет у нас член правления Международной ассоциации клубов Сергей Абрамов, тоже известный человек в этой среде. И вот уже называл он Сергея Викторовича имя Андрея Супрановича. Это обладатель «Малой хрустальной совы». Он будет и играть, и в то же время еще у нас будет как мастер-класс для ребят организует. Турнир «Что, где, когда» состоится в отеле «Азимут» 14 и 15 марта. И если на эту игру ситуация с коронавирусом повлияла не сильно, то другим массовым мероприятиям, которые должны были состояться в марте, повезло не так сильно. Их администрация Мурманска полностью сворачивает. Так, например, отменили фестиваль официальной Мурманской лиги КВН, который должен был пройти 27 марта.